Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Терлецкая Алла Ивановна, я учитель химии высшей дидактической категории доктор химических наук. Сегодня мы проведем с вами урок «Органическая химия как составляющая часть науки химии». В результате изучения темы вы будете способны формулировать понятия предмета «органическая химия», объяснять значения органических веществ в различных областях деятельности человека, определять, что органические соединения являются основными компонентами организма и окружающей среды. Органическая химия как самостоятельная теоретическая наука сформировалась в XIX веке, однако ее можно считать древнейшей из наук. Основные этапы развития этой науки. Первый этап – стихийный до XIV века, алхимический XV-XVII века, становление органической химии как науки XVII-XVIII века и научный с 1861 года. Стихийный период. С глубокой древности человечество использовало для удовлетворения своих потребностей вещества растительного и животного происхождения. Это продукты питания, одежда, вещества для выделки кожи, душистые вещества, натуральные волокна, взрывчатые вещества. Египтяне и римляне использовали красители индиго и ализарин, содержащиеся в растительных веществах. Многие народы знали секреты производства спиртных напитков и уксуса и сахар и крахмал, содержащего сырья. Растительные масла, животные жиры, сахар, крахмал, уксус, смолы, красители, яды – это органические вещества, которые выделяли и использовали в то время. Алхимический период. В этот период получали масла – купоросное, оливковое, спирты, винный, нашатырный, соляная кислота, соли, в частности поваренная, сахар. Становление органической химии как науки. Антуан Лавуазье установил причину различия в свойствах минеральных веществ и продуктах живой природы. Сделал вывод о составе органических веществ. Йенс Якоб Берцеллюс в 1807 году предложил, что вещества, получаемые из организмов растительного и животного происхождения, являются органическими, а наука их изучающая – органическая химия. Фрёдрих Вёлер осуществил первый органический синтез в 1824 году. «Должен сообщить вам, что могу получать мочевину без помощи почек и вообще без участия какого-либо живого существа». В 1845 году немецкий учёный Кольбе искусственным путём получил уксусную кислоту. В 1954 году французский химик Бертло синтезировал жир. В 1831 году Пелу произвёл синтез муравьиной кислоты. В 1842 году Зенин открыл метод получения анилина. В 1846 году был произведён синтез нитроглицерина Сабрера. Научный период. Александр Михайлович Бутлеров сформулировал основные положения теории органических веществ. Раздел химии, который изучает органические вещества, стали называть органической химией. Так как в состав каждого органического вещества входит элемент углерод, то органическая химия – это химия соединений углерода, кроме оксида в углероде угольной кислоты и её солей. Особенности органических веществ заключаются в следующем. Многообразие в природе – около 27 миллионов. Неорганических веществ – около 100 тысяч. Образуется небольшим количеством атомов, неметаллов, которые получили название органогены – углерод, водород, кислород, азот. Реже – сера, фосфор, галогены. Большинство органических сосоединений состоит из шести химических элементов – это углерод, кислород, водород, сера, фосфор, азот. Таким образом, вещества классифицируются на органические и неорганические. Органические наряду с другими элементами всегда содержат углерод. Исключения составляют СО – угарный газ, СО2 – углекислый газ, кальций-С2 – корбид кальция, H2-СО3 – угольная кислота. И неорганические вещества – не от такого химического элемента, который присутствовал бы во всех веществах. Органические вещества, в свою очередь, классифицируются на природные, искусственные и синтетические. Природные – это нефть, белки, жиры, углеводы, каучук. Искусственные – бензин, вискоза, ацетатное волокно, целлулоид. Синтетические – синтетический каучук, пластмассы, лекарства, витамины и многие другие. Таким образом, природные вещества – это они образованы естественным путем, без вмешательства человека. Смотрите, пожалуйста, лен, нефть, мед. Искусственные – создает человек в лабораторных условиях, похожие на природные вещества. Искусственный мех, бензин, искусственный шелк. И синтетические – создает человек в лабораторных условиях, схожих веществ в природе не существует. Лекарства, стиральные порошки, пластмасса. Значение органической химии велико. Она объясняет, как функционируют системы, образующие живой организм. С помощью органического синтеза получают разнообразные органические вещества – волокна, каучуки, пластмассы, красители, пестициды, витамины, гормоны, лекарства и многие другие. Многие современные продукты и материалы, без которых мы не можем обходиться, являются органическими веществами. Пищевые добавки, катализаторы, синтетические витамины, гормональные препараты, синтетические лекарства. Развитие биотехнологии, получение органических веществ из клеточных культур, развитие генной инженерии, синтез соединений белковой природы, например, инсулин, интерферон, создание новых видов высокопродуктивных организмов стали возможны благодаря достижениям органической химии. Давайте мы с вами выполним одно задание. Вам даны вещества. Вариант первый – натрий 2О, С2H2, С2H5OH, HNO3, кальций CO3, CH3, COOH. И вариант второй – CH4, NH3, калий OH, C6H12O6, HCl, C3H8. Вам необходимо разделить их на две группы – на органические и неорганические. Давайте мы себя проверим. Первый вариант – неорганические вещества – натрий 2О, HNO3, кальций CO3. Органические – C2H2, C2H5OH, CH3, COOH. И вариант второй – неорганические вещества – NH3, калий OH, HCl. Органические вещества – CH4, C6H12O6, C3H8. Если вас заинтересовала тема урока, предлагаем вам выполнить следующее задание. Подготовьте сообщение на тему «Органические вещества в быту». Спасибо за урок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok